Зимой в России отмечают День неизвестного солдата. 3 декабря в нашей стране чествуют тех, кто сражался за родину, но не снискал ни славы, ни почета и остался лишь в сердцах близких и родных. Ульяновские в этот день возложили цветы к вечному огню. В воинском ритуале возложения цветов приняли участие депутаты законодательного собрания, городской думы, руководители военных и общественных организаций. В 40-е годы прошлого столетия наша страна была от Бреста до Москвы вспахана войной. На полях сражений по всей России и за ее пределами до сих пор находят останки погибших воинов, пропавших без вести. В Ульяновской области около 50 тысяч солдат, пропавших без вести в различных военных конфликтах. Еще очень и очень много работы было, чтобы вернуть всех. Как Суворов говорил, война не закончена, пока, не знаю, последние военнослужащие не захоронены. Поэтому поисковики все это и делают, чтобы приблизить к этому. Миллионы жизней россиян, потерянных в военных конфликтах, навсегда останутся в отечественной истории и в памяти близких. Почти у каждого жителя нашей страны есть своя личная история, связанная с войной. У многих родные не вернулись с фронта. Их память сегодня почтили минутой молчания и троекратным орудийным залпом. Те герои, которые с оружием в руках, защищая, погибали. Те, которые, к сожалению, не вернулись с полей сражений. Те, которые, к сожалению, пропали в плену или каким-то другим обстоятельством не вернулись домой. Вот сегодня именно такой день, когда необходимо вспомнить еще раз героев. Для атамана Ульяновского отдела Союза казаков день неизвестного солдата имеет особое значение. Ежегодно казаки по всей России в этот день отдают почести павшим в боях и без вести пропавшим воинам. Я, как атаман, считаю своим долгом быть сегодня здесь, у вечного огня. Потому что вот у меня за спиной фамилия наших героев Советского Союза. Среди них тоже есть казаки. Мы об этом помним. Мы всегда на их примере учим нашу молодежь. Мы всегда занимаемся с ребятами. Пока будет память о павших, погибших героях жива, нашу страну не победить. В День неизвестного солдата в Ульяновской области, как и по всей стране, прошли уроки мужества, патриотического воспитания, минуты молчания. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.